Зал детской школы искусств не в состоянии вместить всех, кто занимается спортом и развивает его в Ленинском округе. Достаточно сказать, что только в традиционной муниципальной спартакиаде 17-й по счету приняло участие более 2000 человек. Ленинский городской округ богат своими традициями. Одна из самых массовых, самых значимых, самых ярких. Традиция, которая несет такие установки, знаете, на здоровье, на здоровый образ жизни, на развитие. Это традиция массового спорта Ленинского городского округа. Перед тем, как объявить победителей спартакиады, награды вручили тем, кто помогает развивать спорт в Ленинском городском округе. Тренером, администратором и руководителем команд, работникам различных учреждений. Поздравляю вас с успешным завершением очередного спортивного года. В этом году у нас тоже есть результаты, как в большом спорте, так и в спорте на уровне муниципалитета. Награды получили футбольные и баскетбольные команды, которые показали высокие результаты в областных и всероссийских соревнованиях. Чествовали и победители первенства России по мотоболу 2022 года – молодежную команду «Металлург». В Ленинском районе уровень поддержки не только профессионального спорта, но и любительского спорта стоит на приличном уровне. Я думаю, что от массового спорта зависит в конечном итоге Олимпиада, Чемпионат мира и все остальное. В ежегодной спартакиаде Ленинского городского округа принимали участие команды из разных уголков муниципалитета. Они соревновались в 17 различных дисциплинах, зарабатывая для своей команды заветные очки. Это комплексная спартакиада. Она состоит из порядка 13 видов спорта. И мы в течение года подводим итоги. Они получают баллы за победу от 1 до 10 баллов. И в сумме потом в конце года мы подводим эти итоги. Они не знают, кто победит, потому что это в основном всегда интрига. И по итогам мы уже награждаем полностью команду. Третье место в спартакиаде досталось команде поселка совхоза имени Ленина. А вот за первое и второе места борьба была нешуточная. Мы как представители команды развилки второе место в комплексе спартакиаде. Всего на пол очка проиграли, уступили городу Видное. С одной стороны приятно быть в призерах, с другой стороны вот эти пол очка, которые нам не хватило до города Видное, они немножко огорчают. Действительно, лишь вторыми стали спортсмены развилки. А первое место в муниципальной спартакиаде 2022 года завоевали видновчане. Это не победа главная, а главное участие, потому что участвуют в спартакиаде жители, не профессиональные спортсмены, а обыкновенные любители. Поэтому, наверное, самое главное, это их не участие, их не желание где-то себя проявлять. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Максим Константинов. Видное ТВ.